О, да, у меня новый Fujifilm X100V Хотите такой? Оно вам надо? Я не знаю, деньги ваши Но я определённо думаю о покупке такого для себя Так что, почему бы не присоединиться ко мне в этом нелёгком деле? Не буквально, ведь вы застряли по ту сторону экрана Я покрутил его в руках на презентации Fujifilm Великобритании, но ни фото, ни видео мне не отдали Не буду повторять все спецификации, их можно найти на сайте Fuji или в первом видео Что я хочу понять, так это, нужен ли он мне, чтобы снимать что-то, кроме поезда из Лего Спонсор видео — SkillShare, онлайн-сообщество обучения, где миллионы людей собираются вместе, чтобы сделать шаг в своём творческом путешествии Интересно, что он использует ту же батарею, что и предыдущая модель Но даёт больше снимков за одну зарядку — 420 против 350 с оптическим видоискателем И это интересно, потому что электронные видоискатели и экранчик больше и лучше Они должны высасывать больше энергии Думаю, они просто экономичнее Но в 99% я буду использовать именно оптический видоискатель Потому что, ну, в этом весь смысл этой камеры Действительно, X100V — это своя ниша Нет другой такой мыльницы с гибридным видоискателем и большим сенсором Благодаря ему получается стремительно фокусироваться на быстро движущихся объектах Или на не очень быстро движущихся Мне нравится, что они избавились от навигационного блока на задней панели Но теперь это выглядит немного странно Потому что остались те же маленькие кнопки, которые размещались вокруг навигационного блока На его месте осталась чёрная кричащая пустота Но вообще хорошо, что кнопок нет Это исключает случайные нажатия Большим пальцем или ладонью Предыдущее поколение X100 немного софтило на диафрагме F2 вблизи Сейчас? Это улучшили Объектив теперь с двумя сферическими элементами вместо одного Теперь он сама резкость Везде Шармом и кадрированием камера напоминает дальномерки вроде Лейки-М Но без неудобств Ты получаешь автофокус и все модные примочки Для уличной камеры лучше не придумаешь И X100V идеально подходит для этого Несмотря на то, что некоторые люди могут не согласиться Итак, у нас есть оптический видоискатель, электронный видоискатель Но ещё есть ЖК-экран, который вдобавок наклоняется Что заставляет холиварщиков со всего мира повернуть рычаг на говномёте Яростно Плюх Они годуют они по одной из трёх причин Первая — они купили одну из предыдущих моделей X100 И чувствуют, что имеют право голоса в отношении стратегии компании Или вторая причина — они боятся поворачивающихся штук Смотрите, у-у-у Он ему страшно Смотрите, оно наклоняется, наклоняется Или третья — на самом деле думаешь о покупке новой камеры Но не слишком уверен в наклоняющемся экране С первыми двумя не помогу Тут проблема в вашей голове В случае же с третьей Могу заверить, что тут больше плюсов, чем минусов Видали? Могу смотреть в наклонный экран И мне не нужно приседать Фокусировка по экрану Просто тапни Или нет? И им ведь можно и не пользоваться Честно говоря, не думаю, что многих будет парить этот наклонный экран Ведь он идеально сливается с тыльной стороной камеры Но невротиков зацепит вот эта выемка Но стоит заметить, что проще и быстрее сделать так Чем вот так Потому что большинство экранчиков имеют небольшую выемку тут И это можно сделать за один шаг, а тут только за два Это изящная и элегантная камера для точной и незаметной фотосъемки С помощью видоискателя или экрана с практически бесшумным лепестковым затвором Цвета и симуляция пленочной фотографии на высшем уровне Джипеги выглядят великолепно и отлично справляются с сохранением деталей в цветах Ну что, сейчас я пойду на, типа, выставку В Министерстве обороны Для меня X100 всегда было интересно Именно как камера для фотосъемки Меня не особо беспокоило, что у X100F нет 4К Но, похоже, им нужно было 4К, чтобы как-то показать, что она не отстает Я на выставке оборонной науки и техники Прямо в штаб-квартире Министерства обороны Почему я здесь? Конечно же, потому что я Джеймс Бонд Азиатская версия Вот это военная форма будущего Вот оно Все питание от батареи И все подключается вот тут И вот это вот защищает достоинства Важная часть обмундирования Прям позади идет демонстрация виртуальной реальности Потому что она намного лучше, чем реальная реальность Сейчас я сниму видео с X100V В 4К Поехали В камере, конечно, нет стабилизации изображения Так что видео немного дергается Распознавание лица работает Камера распознает Чувака сзади Потому что у другого сейчас что-то на лице Непрерывная фокусировка при съемке видео хороша, равна как и цвета Но, к сожалению, на нее с рук не поснимаешь Из-за отсутствия стабилизации Видео немного дерганное Но это не единственная проблема Прям вот тут, под большим пальцем Я начинаю ощущать тепло от камеры Она снимает минуты 3 При съемке видео все немного нагревается Уже через несколько минут чувствуется тепло справа на задней панели Дома я провел небольшой тест с прямыми солнечными лучами на камере И она отключилась после 15 минут съемки Так что да, X100V лучшая серия X100 Пока что пора бежать в магазин, правда? Или, возможно, следует рассмотреть вот это Ранее я снимал на X100F против GR3 вместе с Джо Аламом Но были проблемы со звуком, поэтому так и не доделал Давайте закончим это видео небольшим сравнением с X100V В смысле, если попытаться засунуть это туда Будет выглядеть, будто у меня эрекция Этот влез легко Это начало нового канала для нас Этот влез легко Я знаю, что ты смотрел Digital Ref раньше Давай-ка сравним их Без понятия, о чем сейчас Я и сам не знаю, но пойдем куда-нибудь Чувствую сейчас Вляпаюсь Во что-то Ну, кольцо у меня отвалилось Совсем расхлябанное Думаю, сейчас мы гармонируем с своими камерами Да, неплохо Мы теперь на стиле, да? А из камер по внешнему виду А какую из них ты считаешь самой крутой? Честно говоря, мне по пути с X100F Это... Это все эти серебряные детали, крутилки Закос под ретро Тут есть все эти хромированные штучки Металлические штучки Супер секси А это просто гаджет Черный Да? Скучный X100V выходит на новый уровень по красоте в сравнению с F Эти металлические верхние и нижние пластины Холодные на ощупь, но горячие по сути GR3 довольно простая камера Но может стать хорошим инструментом, если не хочешь выделяться Вообще, моя цель, особенно сегодня, незаметность Особенно, когда я снимаю стрит Смотри, я практически слился с окружающей средой На самом деле, они достаточно сильно отличаются GR-кроманная камера X100V нет Но Fuji выигрывает за счет супер-видоискателя Ну что еще тебе надо в трейл-камере? Один объектив хорошо Фокус на расстояние 35 подходит? Да 28 будет слишком широко? Ээээ... Да Я предпочитаю снимать объектив с более узким полем зрения Что еще тебе надо в трейл-камере? Скорость Как быстро могу включить, сделать снимок, выключить, убрать? Ясно Тогда пойдем проверим Скорость фокусировки тут намного лучше, чем у GR3 Только посмотри, выглядишь потрясающе Я думал, что с GR3 все можно сделать быстро От включения до выключения, сделанием снимков На самом деле, X100V быстрее Быстрее, но не особо Сфокусироваться с X100V тоже выходит немного быстрее У обеих есть распознавание лица У Fuji есть обнаружение глаз Скорость обнаружения и отслеживания лица почти одинаковая Хотя у Fuji есть небольшое преимущество, когда дело доходит до обнаружения лица со стороны Даже с изображениями лица Она фокусируется так близко? Да, здесь есть макро Могу переключить в режим макросъемки Вау! Я могу сделать вот так Не будем делать некрасивое фото Джо Рико фокусируется на расстоянии в 6 сантиметров Но сначала вам нужно переключить его в режим макросъемки На Fuji не надо менять режимы, чтобы сфокусироваться на минимальном расстоянии 10 сантиметров А какой затвор тут? Это... Это лепестковый или какой? Это все электронный шум Это не был звук настоящего затвора Я знаю, как звучит настоящий Снести громкость до нуля на GR, и он заткнется Звуки фокусировки и затвора тише, чем звуки фокусировки и затвора у X100V То есть Fuji все равно тихий, но надо что-то сказать Они обе тише, чем любая обычная беззеркальная камера Попробую, Рико Но, чё о ней думаешь? Она очень похожа по размеру на G7X Но у нее сенсор побольше, да? Да? Тут APS-C Огонь Что удивительно, если подумать Такого размера APS-C камер не так уж много Ей не хватает сексуальности, крутилок, видоискателя, как у X100V Но в то же время удивительно, сколько всего они впихнули в GR3 У нее есть стабилизатор, так? Да Тут нету У Fuji нету Нет? Это важно? Начни снимки Я никогда особо не думал, что он необходим Мой XH1 с матричным стабом, сенсор Но... Это удобно? Да Эм... Но точно Не необходимо Да Все зависит от того, действительно ли вам нужен стаб Я согласен с Джо Не думаю, что он необходим в камере типа этой Что важно, так это то, что X100V быстрее фокусируется при слабом освещении в сравнении с GR3 По ощущениям, это что-то вроде камеры для одной руки Да Разве не здорово? Помню, смотрел видео Дайда Мариамы Он известен тем, что пользуется GR Он ходит по улице и снимает вот так Он даже не... реально Не использует видоискатель, просто... Понятно, почему мы сравниваем эти две камеры Но тем не менее, они достаточно разные, чтобы легко определиться с решением Рико шире, делает прекрасные кадры И у него очень компактный, сдержанный корпус Fujifilm небольшой, но это не карманная камера Хотя это просто шикарно выглядящая камера Вы оцените ее превосходные стройные линии Ее чуть большую производительность И ее большее фокусное расстояние Но больше остального вы оцените ее в видоискатель Увы, для меня и моего кармана Это означает, что мне не нужна ни та, ни эта Думаю, мне нужны обе Окей, спонсорская вставка для скиллшера Респектосы летят в Сиг-Стрит Андеру Он же Крейг Уайтхед Который только что опубликовал свой всеобъемлющий обзор уроков на скиллшер Я знаю этого парня еще с тех пор, как жил в Кембридже Он все время был на улице, фотографируя все подряд Его работы чертовски классные Я видел, как он снимал лично И я сделал пару видео с ним Так что это отличные уроки Потому что вы получаете руководство о том, как подготовить себя к уличной фотографии Визуализировать сцену И вплоть до редактирования фотографий Определенно стоит посмотреть, если вы собираетесь или уже занимаетесь уличной фотографией Вы можете получить полный доступ к этим урокам и более чем к 25 тысячам уроков в любых сферах От фотографий до бизнеса и дизайна и многих-многих других Менее чем за 10 долларов в месяц А также, ребята, можете попробовать двухмесячную бесплатную пробную версию Нажав на ссылку в описании Спасибо за просмотр, увидимся Короче, вот это все Смотрите канал Джо, подписывайтесь Подпишитесь на меня, если хотите, если еще не подписаны Спасибо за просмотр, увидимся Хорошо, хорошо, пока Перевел Ойген Озвучил Стас Маев Внезапно написала сценарий Анастасия Эвер Просвещает меня по импульсному свету Андрей Музычкин Джедемайн Трикс, Макс Мирончик Слайлама 2020 Не болейте Слепые могут хоть как-то читать книжки с помощью шрифта Брайля Ну как же глухие